Добрый вечер всем! Сегодня у нас 7 апреля 2023 года, у нас на часах 9 часов 45 минут, вечер уже. Ну, в общем-то, у меня, как всегда, Жанлюк и Райко, они в постель уже пошли там своими делами заниматься, Райко спать, потому что целый день бегал без устали, знаете, туда-сюда, туда-сюда, он днём вообще у нас не отдыхает, вот. И к вечеру так устает сильно, что, знаете, валится прямо с ног, в буквальном смысле, убежал, всё, спать лёг. Я его укрыла, одеялом, и он вроде как и утихомирился. У меня сейчас тоже Жанлюк тут пока ходил, ну, здесь со мной на первом этаже, говорит, надо же, мы так привязываемся к этим животным, говорит, я говорю, кому? Сначала даже не поняла, о ком он, говорит, да говорит, к нашей собаке, так привязан, так привязан, говорит, укрываем его, говорит, укладываем спать, в общем, короче говоря, вот такими делами и занимаемся собаками. Ну, ладно, это как бы немножечко так, знаете, ну, может быть, смешная такая ситуация домашняя, вот. Но у нас что? У нас, так, знаете, погода налаживается, дождей уже нету, сухо так довольно-таки стоит, у меня даже цветы, знаете, подсыхают на улице, пришлось их поливать, полила всем. Ну, вроде, знаете, солнышко так-то появляется, то исчезает, днём вроде как не холодно, ветерок такой, знаете, прохладненький какой-то. А на солнце довольно-таки тепло, ну, вечером прохладно, вот я сижу, у меня опять печка гудит сзади меня, отопление включено. Ну, вот так вот. Ну, что хочу сказать? Ну, большое спасибо вам там, то я вчера показывала мои картинки, вот эти раскрашиваю, которые я, ну, там меня похвалили, сказали, что здорово и классно. Ну, что я вам хочу сказать? Так здорово и классно может каждая из нас. Это не талант, это просто, знаете, как бы сказать, это раскрашивание, вот. Мне почему-то кажется, каждый человек это может сделать, просто может, только вот терпения не хватит, это уже другое дело, вот. А у меня, знаете, вот я занимаюсь, отдыхаю, ну, и, в общем, получила сегодня ещё три работы новые, которые я заказала, и, ну, пока остановилась. Думаю, больше я ничего заказывать не буду, вот закончу это всё дело. Ну, и, в общем-то, вот так вот. Действительно, их нужно потом ещё место искать, где размещать, это тоже, конечно, другой вопрос. Ну, может, несколько работ подарю, потому что у меня есть желающие, как говорится, ну, кому, кто хотел бы эти работы. Вот дочка у меня уже две присмотрела. Ну, и вот так вот. Остальные размещу у себя, ну, и думаю, что мне надолго это дело и хватит. Там спасибо вам большое и за подсказки, и за то, ишь, как можно, ну, что не нужно много закупать, потому что краски могут высохнуть. Это тоже верно. Так что спасибо вам большое. Вот. Ну, это об этом. Ну, а что хотела вам, ну, порассказать, так рассказать. Знаете, вот, в общем-то, сегодня так вот наблюдала за сегодняшним днём, ну, в общем-то, размышляла, так как у меня время сейчас много размышлять, я ещё, как вам уже говорила, рисую, сама слушаю книги и сама ещё, к тому же, и размышляю. Время от времени мне хочется тишину вдруг в какой-то момент, чтобы о чём-то подумать. Вот. Ну, так, знаете, вот сама с собой и размышляла сегодня. О чём? О том, что, вы знаете, вот правду говорят, вот если утром день не заудался, вот что-то не получилось утром, то весь день идёт как бы на смарку. Ну, знаете, вроде, с одной стороны, какое-то суеверие, да, а с другой стороны, я уже несколько раз на себе это замечала. Вот, знаете, у меня сегодня именно такой день, который у меня не заудался прямо с утра самого. Вот встала утром, и вот что-то всё не так, да не эдак, знаете, то встала в документах, ошибку нашла в одно, вся как мы сейчас, ну, по социальным работникам бегаем, там прочее нам социальное жильё выпрашиваем, так скажем, ну, выспрашиваем, выпрашиваем, вот. Вот, ну, это, знаете, такая, кто этим занимался, знает, что-то работа длительная, это, знаете, все вот такие административные дела, они очень много поднимают времени, сил и нервов тоже. Вот, встала сегодня с утра просматривать документы так внимательно, там, кое-что отправляла, и заметила некоторые ошибки, то есть там в цифрах, думаю, ну, надо же, ну, как вот так вот, заполняли, заполняли, и ошибки. Ну, говорю, быстрее Жанюка позвала, говорю, смотри, я вот нашла ошибку, долго ему объясняла, какая именно ошибка, потом вместе с ним считали, да, это действительно в цифрах, там, знаете, в доходах ошибка, они оказались больше, чем они есть на самом деле. Вот, я говорю, ну, надо же, надо вот идти туда и срочно, ну, сказать им, что вот здесь закралась ошибка, получается, что у нас не те доходы, которые реальности. Ладно, дальше. Потом мне нужно было по моим делам пойти в один банк, то есть там одну тоже операцию банковскую сделать. Пошла я в эту банковскую операцию, вот, знаете, уже иду к банку, а сама про себя в голове, я себя так прокручиваю, думаю, вот, вот не получилось у меня утром, что-то там не получилось. А, перед тем, как пойти в банк, мы зашли к этому социальному работнику, я опять с ней поговорила, долго ей объясняла, почему это ошибка, почему она не сходится, тоже долго объясняла, вся тоже, знаете, разволновалась и уже и на своем, знаете, язык уже весь запуталась. Потом Жанлюку долго объясняла, потом прочее. Знаете, еще что заметила? Они нас воспринимают, так как мы иностранцы, так как у нас не такой хороший французский язык, естественно, и еще когда мы волнуемся, естественно, тут надо успокаиваться, потому что разволнуешься, тут уже на своем языке это сказать не трудно, а уже на иностранном, тем более, все из головы вылетают. И они воспринимают вас, знаете, как бы, ну, несерьезно. Вот, она так смотрит, к нему обращается, ему что-то там про компьютер рассказывает. Я говорю, так это я делаю, не он. И, в общем, короче говоря, она эти все ошибки на меня исписала. Ну, раз вроде ты делала, так вроде как твои ошибки-то и есть. Я говорю, да вы не понимаете, что здесь надо считать, тут не моя ошибка, здесь компьютер считает, не я. Там неправильно было заведено. Ну, короче говоря, знаете, долго объясняла, меня это так очень сильно рассердило. Думаю, ну, надо же, ну, как вот так, я бы по-русски это быстренько объяснила, по-французски труднее. Вот, и мало того, они, как я, знаете, вам хочу сказать, некомпетентны бывают в некоторых вопросах. Да, они там что-то напишут, куда-то пошлют, прочее, а вот что-то рассчитать, посчитать, вот именно у нас здесь, я бы сказала, некомпетентны. На мой взгляд, нет, они вот это посчитают, не могут. Тут, я говорю, да тут даже очевидно, вот вы открыли, посмотрели, и очевидно, что оно не совпадает одно с другим. Не понимают, в общем, короче говоря, ей даже это не видно. Ну, ладно, думаю, в общем, хотя меня это расстроило. Думаю, господи, всю работу приходится самой выполнять, надо все везде контролировать. Вот, думаю, как же так, как же так, как они ошибку-то допустили. Ну, ладно, в общем, другое. В банк-то пошла, я сама иду к банку и думаю, вот сейчас у меня одна операция не получилась, так скажем, сейчас у меня банковская операция обязательно не получится. И вы знаете, вот с таким настроем шла, и действительно у меня там тоже получился провал полный. То есть тоже то, что я хотела, у меня не получилось. Думаю, ну надо же, еще больше как-то расстроилась. Вот, а дальше больше. Пока домой шли, а у нас сегодня, знаете, декларацию мы получили предварительную, как бы нужно декларировать, там проверять все, прочее. Я пока шла, эти декларации наши открыла, у меня-то вроде все нормально в декларации. Там у меня, собственно говоря, ничего и нету. А у Жанюка декларацию открыла, и вот смотрю, что-то опять не сходится. У меня, знаете, вот глаз уж такой вот на цифры наметан. Я на цифры гляжу, они у меня уже не сходятся. Говорю, да что-то, говорю, надо пересчитать. Домой пришла, все документы подняла, все пересчитала, и точно она, опять же, сумма больше, чем нужно. Господи, да значит, опять надо будет на следующей неделе бежать туда. В общем, это все документы поднимать ему, все делать ему. А потом уже дала, пересчитали. Он говорит, действительно, что это такое. Я, говорит, был, когда в том году половина, это у меня, говорит, была еще до пенсии, и вторая половина года на пенсии. Посчитали все, как будто бы он был, ну, в общем, как считается, по-старому, короче говоря, высчитали. В общем, короче говоря, знаете, везде все проверять. И так как-то, знаете, к вечеру устала, и так как-то даже и подрастроилась. Думаю, ну, надо же, вот правда денег, говорят, не задался, не задастся все. Вот какой-то, знаете, вот прямо руки опускаются. Он уж тоже подошел ко мне потом, видит, что я расстроилась, и говорит, ничего, говорит. Ну, видишь, жизнь, говорит, она не такая простая, как она вроде как и кажется. Бывают в жизни вот взлеты и падения. И у меня, знаете, ну, такое чувство, что уж температура поднялась, знаете, так близко к сердцу это все приняла. Думаю, ну, что ж, все-таки контролировать надо, все везде ходить надо, все везде смотреть. Ну, вот нельзя расслабиться и просто наслаждаться жизнью. Вот, но потом как-то, знаете, вот это стало все раздумывать вечером, потом села порисовать опять, знаете, думаю, успокоюсь немножко, Марина, успокаивайся. Меня это очень успокаивает. Ну, начала вот это все рисовать, обдумывать, потом думаю, господи, ничего страшного не случилось. Еще время есть все исправить. Тут мы пересчитаем, тут мы сделаем, банковскую операцию я переделала, переделаю. Надеюсь, завтра у меня все будет нормально. Короче говоря, все так, знаете, потихоньку продумала, продумала. Так, все, знаете, как-то сама себе думаю. Ну, в конце концов, он тоже видит, что я расстроилась и тоже как бы начинает расстраиваться. Вот такие вот бывают дни и вот такие, как говорится, удачи, взлеты и падения. Вот. Это к чему я рассказываю? Ну, что не надо, знаете, наверное, надо как-то спокойнее ко всему относиться. Хотя вот, знаете, жизнь такая сейчас, что все в интернете. Интернет может посчитать неправильно, тоже оказывается. Там забиваешь какие-то цифры, они там подгоняются, знаете, автоматически заполняются, там нюансов нет. И когда вот показываешь, люди настолько отучились уже считать в голове и в уме, что они вот элементарные вещи, знаете, дважды два-четыре уже не могут сложить вот в голове. То есть они все это на компьютер. Ведь компьютер посчитал, но ведь компьютер сделал. А в компьютере бывают и цифры неправильные забиваются, и неправильная сумма получается. Вот, очевидное не видно. Вот так и бывает в нашей жизни. Это вот я об этом. Ну, это такие, знаете, моменты, ну, не то чтобы неприятные, но вот такие моменты, которые в нашей жизни иногда бывают и встречаются. Просто к тому, что нужно все, оказывается, проверять. Особенно сейчас. Вот, знаете, так вообще меня, как бы, знаете, некоторые вещи удивляют. Вот даже в банковский работник, пришли в банк, там молодой банковский работник, молодой, как говорится, совсем молодой, моложе моих детей, наверное. Вот, такой, ну, приятный, довольно-таки человек, культурный, все. Спрашиваю его об одной банковской операции, он так на меня, глаза в глаза мне глядит, и, знаете, говорит, я, а честно говоря, я не знаю, как это делается. Я говорю, а кто знает? Он говорит, не знаю. Вот. Я говорю, ну, я просто не являюсь клиентом этого банка, мне просто нужно было одну банковскую операцию именно в этом банке произвести. Но, и вот ему, видимо, неинтересно со мной работать, потому что я не клиент. Вот. Просто так честно стоит, смотрит на меня, говорит, я не знаю, как вот это можно сделать. Я говорю, ну, этот клиент вашего банка, это вот ту операцию, которую я должна у вас сделать. Вот, и человек является клиент вашего банка, он, да, но это в другой регион, говорит, вот, это не мой регион, не мой банк. Вот так, хотя банк один и тот же. Понимаете, иногда такие вещи, ну, абсурдные, вот, абсурдные, преабсурдные бывают. Короче говоря, вот это меня вообще все расстроило, что нужно делать все самой. Вот, это меня как бы, ну, немножечко сбило, как говорится, с моего ритма жизненного. Хотя, знаете, по жизни я всегда стараюсь, ну, как-то, знаете, успокаиваться, оптимистично настраиваться. Вот как вчера у меня еще с этими посылками началось, что посылку не туда положили. В общем, надо было ее оттуда доставать. Короче говоря, вот так все вот и в каком-то, знаете, каким-то, ну, в общем-то, как снежный ком, короче говоря. Вот, ну, очень надеюсь, что завтра утром встанем и все у нас нормализуется. Ну, видите, длительные будут еще каникулы у нас, так скажем, потому что Пасха у нас будет 9-го и там 10-го праздничный день. И только все откроется во вторник. То есть нам можно будет уже все дела свои, ну, в общем-то, делать только во вторник. Ну, ладно, проживем, как говорится, до вторника. Вот, ну, неважно. Дальше, что хотела вам еще рассказать. А вчера тоже мы, вчера мы с вечером или утром сегодня за кофе, мы что-то уже, я и не помню, тоже с Жен-Люком долго разговаривали обо всем, и как бы ни о чем, как говорится. И вы знаете, он мне вдруг так интересно, он говорит, давай посмотри, сколько стоят там билеты в один парк, потом в другой, значит, на одно мероприятие, на второе. Потом спросил, когда будет открыт сезон, театральный сезон. Я говорю, нет-нет, Жен-Люк, театральный сезон к лету обычно закрывается, то есть обычно его нету. У нас, во всяком случае, здесь не работает. Я говорю, театральный сезон, как правило, к зиме открывается. Ну, где-то в сентябре начинают работать уже так активно. А сейчас, говорю, я посмотрела афиши, там что-то ничего и нету интересного. Вот, он говорит, да, я не знал, почему. Короче говоря, меня, знаете, что удивило, что вдруг он решил, что нам нужно каждый месяц посещать какое-нибудь, ну, мероприятие культурное. Вот в этом месяце, как я вам уже говорила, тут будет у нас органная музыка там, и какой-то, значит, не только органная, но еще и хоралы будут и прочее. Вот, в следующем месяце он уже запланировал, что мы поедем или в парк Пюдифу, у нас такой парк интересный, региональный есть здесь и нашего региона, региона Вандея. И или поедем в Тифуше смотреть, снова, значит, уже посещать, хотя я все это посещала, но мне хочется с ним еще раз посетить, замок Синей Бороды поедем. Мы уже конкретно посмотрим, я поснимаю, потому что внутри там походим, в общем, так вот, площадки все посетим там, потому что все на площадках, все там аттракционы, ну, аттракционы там какого плана, там турниры, там фильм о том в 3D, вот это там Жильдерея, оперу послушать там, в общем, короче говоря, площадки таких много. Посмотреть, как работают машины, вот эти, знаете, катапульты, там катапульты везде установлены, то есть, ну, такой интересный парк довольно-таки, это о Тифуше я рассказываю, вот. Короче говоря, он у меня тут, говорит, смотри, сколько билеты стоит, давай будем заказывать, давай будем, в общем, я, меня это удивило, я сидела так, знаете, говорю, да, это так интересно, ну, в общем, знаете как, это, видимо, повлияло, потому что я ему часто об этом говорила, часто его, можно сказать, ну, к этому подталкивала, и, вы знаете, я вот такой вывод сделала, что если по-хорошему к человеку, знаете, ну, как говорится, ему рассказывать, что-то показывать, то есть подвигать его к тому, чтобы, ну, что вам хочется, то, скорее всего, человек это можно изменить или хотя бы не изменить, а проявить интерес, потому что, как я поняла, у него какой-то интерес появился, Потому что тут вот сидел он у меня и стал мне рассказывать, как было здорово, когда мы посетили парк Фитюроскоп. Он стал вспоминать вот эти все аттракционы, которые мы прошли, потом еще что-то. А тут даже говорит, может мы с тобой пойдем и может мы даже посетим какой-нибудь небольшой ресторан с тобой. Что для меня тоже стало удивительно. Думаю, надо же, что-то у меня же люк-то, постучу по дереву, меняется. То есть это к тому я вам хочу сказать, что людей тоже, наверное, я как уже сказала, поменять человека нельзя, потому что мы есть, какие мы есть. Но интерес пробудить, скорее всего, можно. Было бы, как говорится, желание. Я потому что тоже вот смотрю на него, так, знаете, наблюдаю за ним. Он, видимо, как бы тоже хочет или, ну не знаю, или он это для меня делает, уже так непонятно как-то, или он уже для себя, что он как-то ему интересно. То есть, ну, ну, в общем-то, непонятно, короче говоря. Хотя тоже смотрю, вот сегодня он какой-то подуставший у меня. Что-то энтузиазм у него с его утками тут пропал как-то не так, как раньше. Ну, вроде что-то делает, там красит и прочее. Это, вы знаете, уточек своих вот этих подсадных, которые пластиковые что-то красят, переделывают. Ну, что-то как-то смотрю, уже такого, знаете, большого энтузиазма такой был в прошлые годы. Что-то я за ним не замечаю, хотя целыми днями торчит в этом гараже. Вот, все что-то делает. Ну, с другой стороны, знаете, вот там мне хотя бы не мешает заниматься моими любимыми делами. То есть, вот сейчас те, которыми я занимаюсь. Вот, хотя, знаете, тоже честно вам скажу, всем, чем я занимаюсь, у меня все равно времени катастрофически не хватает. Его теперь вообще не хватает. Я ничего не могу понять, хотя я встаю очень рано, довольно-таки уже 8 часов мы пьем обычно кофе. Ну, самое позднее 8-15 где-то. Мы уже сидим за чашечкой кофе, бывает и в 7 часов встаем, когда нам нужно бежать куда-нибудь. Ну, по административным делам мы достаточно часто ходим везде. Ну, вот у нас часто бывают какие-то вылазки с Жан-Люком. Вот так вот. Поэтому, ну, вот такие у нас тут новости, вот такие у нас дела. Вот такая у меня была тема, что у человека можно пробудить желание. Вот, как говорится, изменить нас уже нельзя. Мы такие, какие мы есть. Вот, ну, если по-хорошему и по-правильному подходить, то желание проявить можно. Хотя он тоже понял, что я что-то, знаете, устала. Меня так это утомляет, вот эта вся вот наша вот такая, знаете, бурная. У нас бурная жизнь. Кто-то мне написал, что у меня жизнь скучная, но качественная. Там где-то было такое у меня комментарии. Знаете, кстати, комментарии почему-то некоторые удаляются. Не знаю, ничего не удаляло. То ли сами вы их удаляете, то ли они у меня, ну, по каким-то причинам неизвестным мне удаляются. Не знаю, вот. Вот, но, понимаете, как я вам уже говорила, я не всю жизнь вам рассказываю здесь. У меня же еще какая-то жизнь есть. Я же еще куда-то хожу, что-то делаю, с чем-то занимаюсь, с кем-то встречаюсь. Вот, то есть у меня тут еще есть. Ну, все же я вам не передаю всю мою жизнь, потому что есть такие моменты, которые я просто, ну, не имею права, наверное, рассказывать. Ну, или потому что, ну, в общем-то, само мне не хочется обо всем, обо всем говорить. Ну, ладно, на этом я буду заканчивать, знаете, решила видео длинные совсем не делать. Всех вас люблю, целую, обнимаюсь. Спасибо вам большое, что вы там есть, что вы меня смотрите. Вот, назову как-то это, наверное, видео, какое-то интересное название придумаю, потому что, знаете, когда название пресное и скучное, мои видео почему-то не смотрят. Как я понимаю, видео выбирают все-таки по названиям. Вот, я и сама такая, знаете, увижу какое-нибудь интересное название и смотрю. Иногда бывает видео, что не соответствует тому, что написано на названии. Ну, ладно, пока-пока, до завтра. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.